Я не смогу весело притвориться. Ну ладно, давай как получится. Давай я скажу, что типа я устал. Чейник? Нет. Сейчас. Привет! Меня зовут Полина, и это должен был быть мой проект Пробуй Спорт. Но, как я говорила в прошлом, в деревенском выпуске, мы на дистанционном обучении. И всё, что я могу, это находиться в деревне, делать домашку в Модусе, и пробовать какой-то странный вид спорта, который можно попробовать только здесь. В тот раз я прыгала на джамперах, а сегодня мы попробуем кое-что новое. Смотрите! Сегодня мы с вами попробуем квадроцикл. Аня, сделай обзор квадроцикла. Это квадроцикл. Простите, что он такой грязный. Просто в прошлый раз, когда мы с папой на нём катались, мы немножечко утонули в грязи. Поэтому он такой красивый. Ну вот, сегодня мы попробуем квадроцикл, и вы увидите, как я катаюсь. И не знаю, я что ещё придумать, ну, типа, сдавать задом я буду или что. Но мы это ещё придумаем. Сейчас просто покажу, как заводить квадроцикл. Сначала нужно снять с паркинга. Чтобы снять с паркинга, вот тут есть тормоз ножной, я его называю. Ты его зажимаешь. Ты хочешь снять, да? Вот. Я зажимаю вот этот ножной тормоз и переключаю на H. H это просто типа, ну, едешь вперёд. Вот. H едешь вперёд. H это задняя, ну, это нейтралка, L, я не знаю, что это. Вот. После этого, после того, как ты переключил на H, ты поворачиваешь ключ зажигания на ON. У тебя, иди сюда. У тебя вот показывают вот такую вот штучку. Там бензин, там, типа, сколько км ты проехала, время. Потом вот эту красную сдвигаешь сюда и, зажимая тормоз, нажимаешь на зелёную кнопку. И всё! И мы сейчас поедем. Я придумала, в каком формате подать вам это видео. Я буду давать советы или напутствие от меня. Нужно и собственные советы. Буду рад, что сказала, а потом ещё не придумала. Первый мой совет и напутствие это, если вы видите колею на дороге, то мой совет таков. Меня это получил ещё папа. Надо ехать так, чтобы колея была между двух колёс. Сейчас мы вам покажем на примере. Я еду так, чтобы колея была между двух колёс. И не попадая в неё. В принципе, в колею можно попадать, если она не совсем скользкая. Потому что оттуда будет очень сложно выбраться. Но лучше всего делать так, как я. Смотрите следующий этап. Ну, поехали! Какая красота! КОНЕЦ ФИЛЬМА Правило номер два и совет, который я вот просто от сердца отрываю. Моя лучшая подруга Карина, когда была у меня как-то в деревне, она была за рулём этого квадроцикла. И чуть не умерла от травм. Почему? Потому что, вот, сними, пожалуйста, какая здесь гора. Тут очень резкий подъём вверх. И вот правило номер два. Чего нельзя делать, когда езжаешь на дорогу? Ну, нельзя просто взять и газануть. Логично, что квадроцикл станет на дыбы, и тебя либо накроет, либо вот такие вот ящики не дадут, ну, как бы, не дадут на раципо упасть. Тут и всё равно испугаешься. И это будет страшно. Ну, будет страшно не только тебе, а всем окружающим. Поэтому, пожалуйста, плавно нажимаешь на газ, и держишь одну и ту же скорость, пока не поднялся наверх. И газу, я тебя умоляю, пожалуйста. Ну, перед тем, как вам показать, ещё добавлю, когда вы останавливались на такой горе, нельзя просто стоять на тормозах. То есть нельзя просто выдержать тормоз. Лучше всего встать на парке. А то ты съедешь в свет, и тебя уже никто не вытащит. А сейчас я вам покажу, как надо держать одну и ту скорость. Как вы видите, мы сейчас соблюдаем и первое, и второе правило. Полея у нас между колёс, я не газую. Я просто слегка надавливаю на газ. Смотрите следующее правило, если я его придумаю. Всё, стой! Садись, подвезу! Вот такие виды можно увидеть, если научиться кататься на квадроцикле. Я не говорю, что вы научитесь кататься на квадрике, смотря это видео, но я могу попытаться вас научить. Так что продолжаем. Итак, мы немножечко покатались, и я придумала третий совет. Мой, лично, вот, нет, 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 давай так. Лично от меня третий совет тем, кто хочет кататься на квадроцикле. Меня учили с самого детства, что надо чувствовать габариты квадроцикла. Вообще всего надо чувствовать габариты квадроцикла. Это машина, но машину я пока не водила. Сейчас у меня будут, так сказать, глаза препятствий, надо будет проехать мимо березок. Ни задев квадроциклом, ни одно дерево. Я смогу это сделать, потому что я чувствую его габарит. Я могу даже не смотреть. Куда ты меня повела, Аня? Что хочешь? Убить меня? Да, теперь задавим оператора. Сейчас. Идеально, как вы видите. Сними, как я идеально прошла, не задев вообще ничего. С этой стороны. С этой стороны. Ну, кто так еще может идеально водить? Только девушки. Да, ты облокотилась на дерево. Так что, в принципе, что могу сказать? Сейчас заглушу. Не знаю, научились ли вы ездить на квадроцикле после моего выпуска. Но я хорошо покаталась. Надеюсь, вам были полезны мои советы. Ну, это если вы хотя бы раз садились за квадроцикл. Потому что, если вы новичок, совсем новичок, то, ну, это... Так, подожди. Для начала вы должны позаниматься с опытным инструктором. А потом уже, когда вы пару раз поедете на этой малышке, вам пригодятся мои советы. И, может быть, и вы приедете ко мне, и мы покатаемся с вами вместе. Субтитры сделал DimaTorzok